доброе утро страна ну что я по вам ужасно соскучилась надеюсь вы по мне тоже как ваши дела собираемся немножечко ко мне в эфир все собираются потому что у нас сегодня невероятная встреча я долго ждала эту девушку ко мне навстречу она все не шла и не шла но для королевы балета это позволено поэтому я с удовольствием сейчас присоединю в эфир королевы украинского и мирового балета красавицу умницу тоненькую нежную прекрасную и надеюсь в этом эфире она докажет что она бывает еще и веселой и так у меня в гостях прекрасная моя любимая екатерина кухар так дорогие мои сейчас я присоединю катюшу к нам в эфир так а запросов нету катюшечка катечка если ты смотришь эфир пожалуйста вышли мне запрос на участие в прямом эфире мы тебя очень ждем так давайте что вы пишете так классно классно о все очень рады все очень рады потому что это самый строгий самый неприступный и непоколебимый судья украинских танцев танцев зеркамы и как много от нее настрадались мы все дробыны украинского шоу-бизнесу и я и лесси никитюк так ну катечка я тебя не вижу а вот отлично 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 все есть ческать я добавлю к себе в эфир и будет все прекрасно опачки привет дорогая наконец-то мы с тобой просто будем как подружки сегодня да слушай на самом деле тебя на аудиенцию мне кажется королеву великобритании тяжелее затащить чем тебя смысле легче затащить чем тебя но ты понимаешь если бы ты вызвала меня на батман тандю или если бы мы с тобой вместе занялись утро и утренней гимнастика утренней растяжкой то это было бы гораздо легче мы с тобой обязательно это сделаем а ты готова показать батман тандю для тебя не вопрос покажу даже батман тандю и фондю и плее и я думаю что я очень далеко от киева я думаю что очень плохого меня интернет 1 2 3 вот так получше вот так вот да ребятки говорите как получше слышно так вот все прекрасно отлично секунды выключу холодильник а то он сильно сильно у меня тут у тебя там прям мороженка ты уже перестала пить вино ты перешла на мороженка да уже не могу понимаешь я вот это понимаешь заказала себе белое вино с новой зеландии я с удовольствием я с удовольствием выписываю белого вина жди же меня беленькая да так ну вот она абсолютно не подготовилась девочки все мой муж несет мне тоже новозеландского беленького винишка Вадим дорогой из тебе налей мы так редко это делаем мы по работе да по работе да я так готовилась к твоему эфиру что я вот даже одела такие видишь из плавочек такие новые красивые и вообще лицо у тебя выглядит изумительно скажи ты была у косметолога Олечка ну я была у косметолога ой ты видишь ты видишь я переборщила я была у косметолога пару дней назад да очень хорошо а я была сегодня да сегодня я ведь я думала смотри ты видишь какой у меня овал да я вижу что ты делала смаз лифтинг нет я делала рф лифтинг рф лифтинг это волновая терапия смаз лифтинг вот мы сейчас попробуем слушай сделай еще вот как ты так делала не было фона можно еще что-нибудь а ты с наушником или просто слушаешь просто что же у нас с тобой сделать скажи мне может куда-то двигаться чуть-чуть куда-то вот так я могу тебя держать на руках хочешь а ну вот так вот так очень хорошо ну хорошо давай так но я просто молчу поэтому тебе хорошо отлично прекрасное вино спасибо тебе мой дорогой Вадим я рада тебя видеть я тоже страшно рада тебя видеть ты красавица какая невероятная я хочу с тобой поиграть уже быстрее давай за это давай играть давай давай чокаемся пу-ху-ху PU хочу поехали Намного взрослым, чем ты. Они такие опытные просто. Я о том, что я в своих хитлеров все время борюсь тут с сейджизмом, понимаешь? Но петь песни в 70 и в 75 и даже в 84, как делает это шерф, это возможно. Есть ли у балерин срок годности? Олечка, любимая моя, ты понимаешь, что, к сожалению, у нас у всех, у человеческого тела вообще, в принципе, есть свой износ и срок годности. И еще в бывшем Советском Союзе профессию балерин приравнивали к самым сложным профессиям, как и шахтеры. Вот шахтеры, балерины. И мы могли, в принципе, по желанию, мы можем и сейчас по желанию в 37 лет уже уходить на заслуженный отдых. И тебе будут платить пенсию, правильно? Официально мне могут платить пенсию. Ты же понимаешь, что, в принципе, у каждого тела есть своя физиология, своя специфика. И вот яркий пример, например, та же Майя Плесецкая. Ну, плюс вот мне, например, не в наших супермаркетах некоторых, не за рубежом, вино иногда не продают. Ну, конечно, ты же такого маленького размера, такая хуйка. Сзади надо подумать, что тебе 9 лет. Ну, не 9, ладно, ну 16. Ну, хорошо, 16, 16, да. 16 это другое дело, помню. Ну, ты знаешь, я, на самом деле, мне бы хотелось, вот, к примеру, уйти со сцены, пока я еще востребованная, красивая, яркая, недоступная звезда. Во сколько, Катя? Ну, не знаю, посмотрим. Может, я поддамся своему мужу, мало ли, и разрешу ему отправить меня в декрет и сделать мне еще одного малыша. Боже мой, все, ты дала мне, ты дала мне сенсацию, Катя. Завтра все СМИ напишут, что ты уходишь в декрет. Подожди, рано, ну что ты, рано радуется. Слушай, ты знаешь, почему? Говорят, что это у меня, у меня фон, раз, два, три. Нет, все, уже все хорошо. Так, скажи, пожалуйста, но если вот, до скольки лет бы тебе хотелось танцевать? Потому что Майя Плесецкая в 74 танцевала, по-моему. Да, Майя Плесецкая еще в 80 ходила по сцене, разводила роскошно своими руками. У нее такая безумная, знаешь, энергетика. Она делала свои концерты, свои гала, и выступала, только ходила руками, водила, и все было хорошо. Но до скольки, не знаю, Олечка, как карта ляжет? Посмотрим. Я тебе желаю, чтобы твое тело тебе не отказывало до ста пяти лет. И ты могла в книгу рекордов бизнеса войти, как самая долго танцующая балерина. Потрясающая. Да, слышишь, и чтобы шейка бедра тебя не подвела. Спасибо, дорогая. Я всегда шучу. Когда меня спрашивают, когда ты собираешься уйти со сцены, я говорю, когда меня подведет моя шейка бедра, тогда и пойду. Слушай, ну вот ты скажи мне, мы играем дальше? Да, конечно, мы играем дальше. Говори, правда ли действие? Давай, правда ли действие? Правда. Правда. Ну вот хорошо, теперь скажи мне, ты вот так ярко борешься с эйджизмом. Скажи мне, а почему это важная очень тема, да? Но, насколько я знаю, всегда это затрагивает, знаешь, какие-то пласты, когда это касается лично человека. Есть же и другие темы, да? Есть проблемы там харазминга. Василия, конечно, конечно. Очень много там бездомных животных. Почему именно эта тема? Неужели вот ты, не знаю, вот представляешь, может быть, боишься какой-то старости? Может быть, вот в чем нюанс? Расскажи. Ну, во-первых, я действительно боюсь старости. И не то, чтобы я ее боюсь. Я ее опасаюсь и хочу с ней встретиться как можно позже. Ну, я тебя понимаю. Ты же просто красивая, роскошная, сексуальная женщина. И, конечно, я понимаю, что в 70 лет, наверное, тебе чуть-чуть придется поменять. Чуть-чуть придется одеться. Репертуар чуть-чуть, да. Репертуар чуть-чуть придется одеться даже, вот. Но еще почему? Потому что в нашем обществе принято было многие годы, что женщина за 30 уже должна задумываться, там, я не знаю, в 40 она должна думать о внуках, а в 60 она должна уйти на огород и там остаться, привыкать к земле. Это стереотип в нашем обществе. Конечно же, это стереотип сегодня. Но люди, тем не менее, все в плену этих стереотипов. И сегодня, смотря на свою маму, которой 60 лет, и она ведет активный образ жизни, у нее есть бойфрен, она путешествует по миру и совсем не хочет идти на огород и привыкать там к земле, понимаешь, слышать свой адрес, когда я молодая, сексуальная, с хорошими стоячими сиськами, должна кому-то парировать в интернете, что нет, я еще ого-го, понимаешь? И при этом люди все еще находятся в этих стереотипах, поэтому я как могу с этим борюсь и говорю, что мы не взрослые, мы, во-первых, сегодня вообще... Мы просто опытные. И поэтому, представь себе, правда, мы еще свежие, сексуальные и уже очень опытные. Зрелый персик, я бы так назвала. Прекрасно. И совсем еще укрогий. Так, ну что, поехали дальше. Правда или действие? Давай правда. Так, правда. Так, ты со своим мужем, Сашей Стояновым. Так. Вышла замуж за него год назад. А повенчались вы пять лет назад, потому что ты говорила в интервью, что для тебя брак, который заключен на небесах, важнее, чем светский брак. Скажи, пожалуйста, ты верующая? Ты просто веришь так сильно в Бога? Или вот как? Ты верующая? Я поняла, о чем ты спрашиваешь. Но, ты знаешь, я действительно считаю, что у каждого человека должен быть Бог, наверное, в сердце. Я считаю, что я верующий человек. И, ну вот, к примеру, я тебе могу привести пример, что перед каждым своим спектаклем, если я в Украине, я хожу в церковь. У меня у нас на моем столике всегда стоит иконка семистрельная. Я всегда выступаю с крестиком внутри, он у меня на теле. Я всегда молюсь перед выходом на сцену. Но, ты понимаешь, мы расписались, обвенчались не только из-за моих каких-то вот таких пониманий и предубеждений. У меня просто, у моего мужа очень верующая семья. Несколько батюшек в семье и тетя монахиня. И поэтому для них это тоже было невероятно важно. Поэтому я пошла на этот шаг. Скажи, пожалуйста, я очень желаю... А тебе меня хорошо слышно, без эха? Да. Отлично. Так, я, конечно, очень желаю тебе прожить с твоим мужем столько, сколько ты хочешь. Но если вдруг что-то не заладится, не дай бог, как вы будете развенчиваться? Ты понимаешь, я не хочу, я никогда не любила зарекаться, да? Дай бог, чтобы никогда ничего такого не было. Я тебе просто расскажу одну историю из моей жизни. О том, что вот, например, я поняла, что в нашей стране возможно абсолютно всё. Я с моим первым мужем действительно венчалась. Я была очень молодая, нам хотелось всего и по полной. И, знаешь, и вот когда мы уже разошлись, окончательно разошлись, и я понимала, что у меня остался ещё один незакрытый вопрос. И вот, наверное, эти двойные стандарты в нашей стране, которые были, и, наверное, из-за этого вот наше общество вот в том состоянии, в котором оно сейчас есть. И я ему позвонила и сказала, ну, слушай, нам надо как-то подумать, как возможен вариант для того, чтобы нам развенчаться. На что он мне сказал, не парься, нас уже развенчали. Ну, то есть ты представляешь, да? То есть из темы «без меня меня женили», ну, вот так же здесь не с Божьей помощью, а с какой-то другой помощью «без меня меня развенчали». Бывает и такое. То есть, в принципе, это возможно. Слушай, все просто пишут о том, что у меня ужасный звук. Можно я сейчас сохраню эту часть эфира и зайдём ещё раз, чтобы поправить, чтобы у нас хороший получился эфир, потому что будет весь он такой. Отлично. Возвращаемся прямо сюда через две секунды. Давай.